Люди обращаются по поводу правила Матушки Антонии о вычитывании за младенцев, убиенных во утробе. Я вот так вот скажу, если кому-то это все интересно будет, что мы должны участвовать. Мать Церковь всегда участвует в каких-то страданиях людей, всегда. А у Господа все живы люди. Если Господь, Наша Царица Небесная, плачет о детках, которые сейчас вот именно система, она сатанинская, она вся построена на то, чтобы люди делали аборты, то либо людям жить не дают, то есть загоняют их в какую-то кабалу, какую-то долговую яму, то ли еще что-то там. И вся эта сатанинская система сделана на то, чтобы люди получали, убив своих детей абортированных, то есть врачи достают стволовые клетки, вкалывают всяким певцам, еще кому-то, чтобы они там сохраняли благовидный внешний вид, чтобы не старели, так сказать. На наших детях они вот такие вот вещи творят ужасные. То есть дети у нас, получается, они мучимы от всяких вот этих вот сатанинских организаций. Поэтому мы должны как-то участвовать в этом. Вот и Царица Небесная через Матушку Антонию открыла, что хотя бы мы могли бы сделать. Потому что дети, они все-таки, если Господь пришел и умер за человеков, за нас, за людей, то есть как же Он не будет обращать внимание за этих деток, которые убиты в очреве? Конечно же, будет обращать внимание. Поэтому Господь вот так вот через Матушку Антонию, через Богородицу подал вот такое правило. Вычитывание младенцев. И если какая-то мать пришла и сделала аборт, убив своего ребенка, будем называть слово своими именами, то есть она не понимала, может быть, чего-то или еще какие-то моменты, то вот так вот Господь милостивый подает нам вот такую возможность. Вы можете найти это правило, распространяйте это все, чтобы мы могли, пока еще сердце у нас бьется, за своих младенчиков вычитывать. Но здесь есть уловка. Очень многие люди стоят на фундамент непокаяния. Мы должны вымаливать этих младенцев, то есть всегда воспоминая свои грехи. За себя должны вымаливать, потому что мы эти грехи сотворяем. Мы повинны в этих грехах. То есть если мы не отмолим того младенчика, допустим, который по нашей вине убит врачами, то значит на нас этот грех, он ложится, он никуда не денется. То есть по роду идет без убийства. Понимаете, какая ситуация? И мы должны встать именно на ту ступень покаяния. И до последних своих дней, вычитывая эти правила о младенчиках, мы должны иметь покаяние свое. То есть как бы о себе вымаливание, о своем роде. Осознавая, что эти бесы в нашем роду и по нашей крови будут гулять. И дальше по родству. То есть вот это самый правильный подход. Покаяние. То есть это та ступень, когда Господь принимает молитву. Ну что вот у нас вот делают многие люди, не понимая. Они становятся на фундамент гордыни, начинают вычитывать о младенцев и говорят, я вымолил столько младенцев, а потом уже говорят, а я вытащил из ада столько младенцев и так далее. Да кто ж ты такой, чтобы из ада вытаскивать людей? Это и есть степень гордыни, когда уже Господь отвращается. Понимаете, какая ситуация? Это очень страшные вещи такие вот. Поэтому, вычитывая это правило, должно вставать именно на фундамент покаяния. Молимся о себе, чтобы в нашем роду не было этого беса, убийства. То есть и тогда вот и детки наши получают пользу. Господь гордым противится, а смиренно благодать подает. Так учат Святое Писание. Ну вот, что хотелось бы сказать. Ревностные люди, которые просили меня об этом сказать в видео, они сами знают, что сделать с видео. Распространяйте во славу Божию на пользу ближних. Распространяйте. Кто-то может, если переводить, вот у нас в зарубежных странах, если может быть люди такие есть благочестивые, которые могут перевести на другой язык, переводите, потому что в других странах, вот как Сербия, Грузия и так далее, многие даже не знают, что такое правило существует. Поэтому, если вы хоть немного имеете благое беспокойство о сородниках своих, которые рядом с вами проживают, распространяйте, распространяйте это видео. Помоги вам, Господи. Не только это, а Матушке Антоне. Распространяйте это все. И гляди, как-то легче будет нам жить. Помогай, Христос.